Пинский Каунятин – типовая полеская вёска, злик у тих, где у былые часы веровало житё. Поступовое и неумольное скорочение местного насильства привело до закрытия целого широкого важных количества социальных объектов. Ликвидованным оказался и сельский клуб. Культурный будинок с колоннами, напевно, так бы и застался безгосподарчим, калибненамагание районных улад по пошуку нового владельника. Началось, что в газете увидело объявление, что наукционно вставляется данное здание в деревне Каунятин. Участвовал в аукционе, выиграл. И после этого начал реконструкцию данного здания под... Здесь раньше был клуб сельский, где, скажем, не было приспособлено ничего. И привели полную реконструкцию, и после чего открыли здесь прачечную. Нестан былого клуба, который простоял зашиненным амаль 10 годов, не отлеглась вёски от города, а эта боль за 30 километров молодого предпринимательника не сбянтежила. На бывший будинок, площадью 250 квадратных метров за символичный кошт в одну базовую величину, Пинчук стал наладживать властный бизнес. Для этого придбал обсталявание и взял на працу трёх тутейших жихаров. За оперативным оформлением необходимых документов и дозволом посадничали у райвыконками. Справа пошла худко, хотя и не без тяжкостей. Постепенно нарабатывали клиентскую базу, постепенно развивались, улучшали. Мы работаем, прежде всего, на качество. Наши клиенты от нас не уходят ни один, потому что мы работаем действительно на качество. Не глядячи на истотное сокращение заказов за массового простою туристичной галлины, приватная пральня протягивает працевать и сёння. У перспективе предоставление послуги по химчисце отдельня. Самоудосконалением уперед вымушеного затиша займаются и в Центре традиционной культуры и побуду Спадчина Полесся. Створили его у будинку было 9 годки. Объект, який у лику инших оказался незапотребованным в 2014 году, уже в 2016 году реконструировали. Сегодня это одна из культурных визитовок Пинского района. И когда мы начали искать по району здания, те, которые могли бы быть, и посетили мерчицы, увидев эту территорию красивую, определили, что да, действительно здесь будет центр. Идея центра – сохранить традицию и быт Полешуков Пинщины. Собирались экспонаты тех событий, времен древней культуры. То, что мы могли собрать и сохранить, все находится в Центре. Таких удалих прикладов, когда незапотребованная нерухомость начинает дыхать новым життем, у сельской мясовости значительно меньше, чем в городе. Потенциальные инвесторы, которые ожидают набить альбо арендовать будинки былых сельских клубов, школ, фапов и лазняв, у черги не збираются. Стимулировать приватную инициативу предугледжены меры, принятые на законодавчем узровне. Это реализация объекта, грубо говоря, за 27 рублей. И те преференции, которые имеются в сельской местности, декрет шестой президента, поэтому преференции есть изначально. Одним из условий при продаже данных объектов является его использование в предпринимательской деятельности. Либо, если гражданин желает купить данный объект, допустим, неиспользуемый, нефункционирующий сельский клуб, он его покупает, делает реконструкцию и в дальнейшем его переводит в жилой дом. Сегодня в Пинском районе в чекании новых господарств находятся 9 объектов нерухомости. В основном это буйные по померах будинки, непривабные для шукальников дома под жилье альбо место для невеликого предприемства. Разом с этим в районе есть и отметные зрухи. За три года было продано 20 объектов блога социального призначения. При этом кошт большинства из них не перевысил одной базовой величины. Татьяна Будгусаим, Людмила Салдзин, Александр Дьяшенко, телерадиокомпания, Брест.